Время года другое Уже очень давно не было новых роликов на моем канале Ну а где их записывать? В наш офис постоянно прибегают люди в черных шапочках и забирают абсолютно все Камеры, свет, звук, компьютеры, все негде записывать Поэтому сегодня я в районе Мариана, за моей спиной дом, где находится моя единственная собственность, моя квартира Вот сейчас пойду в свою квартиру, там ролик и запишу Ну вот я дома, в своей квартире и вроде бы можно начать записывать Но на самом деле и здесь не совсем безопасно Смотрите, вот это вот постановление прокурора Москвы Зовут его Денис Попов Можете зайти на сайт и увидеть это шикарный, красивый мужчина в белом кителе С золотыми погонами Его лично назначал Путин Он любимец генпрокурора Чайки Юрий Чайка представил Дениса Попова Уверен, что на новом месте службы получены навыки и опыт Помогут ему организовать полноценное взаимодействие с органами власти, правоохранительными ведомствами для укрепления законности, правопорядка и оперативного решения всех стоящих перед органами прокуратуры задач Он один из руководителей вообще прокурорской системы в стране, очень могущественный человек Этот могущественный человек пишет, что я и другие оппозиционеры организовали митинги Этими митингами мы нанесли ущерб много-много миллионов рублей Поэтому должны заплатить, а пока не заплатили, квартиры разных людей, в том числе моя, вот эта, должны быть арестованы Представляете себе, мы начнем записывать и сюда ворвется этот самый Денис Попов в белом кителе Будет довольно странно Что делать, я не представляю В фильмах про разведчиков и про войну вообще рассказывают, что самое безопасное место это вот проникнуть в логово врага и там что-то делать, просто спрятавшись Вот было бы круто на самом деле Если бы какая-то неведомая сила перенесла бы нас в квартиру этого великого и могущественного прокурора Дениса Попова Много лет он работает в этой системе, наверняка храняется его жилье И вот там вообще мы могли бы выпускать классные ролики Но как там очутиться? Наверное, только с помощью волшебства Не смейтесь надо мной Попробуем просто Хочу оказаться в квартире прокурора Хочу оказаться в квартире прокурора Хочу оказаться в квартире прокурора Вау, сработало, представляете себе, сработало, ни хрена себе Правду люди говорят, что если чего-то очень сильно хочешь, это обязательно случится И мы явно оказались в квартире прокурора города Москвы Дениса Попова Да вот, собственно говоря, и по телевизору здесь его показывают Назначение на должность прокурора Москвы для меня, безусловно, является очень важным этапом в работе Это его выступление в Московской городской думе, когда его назначали прокурором города Москвы По представлению генерального прокурора России О, а по другой программе, конечно, идет любимая передача прокурора города Москвы Это полиция избивает людей на мирные митинги А потом этих людей посадят за то, что их избивали И обвинительные заключения всем этим людям будет утверждать наш прокурор Так, ну, собственно говоря, нам осталось просто встать, открыть эти жалюзи и понять, где мы находимся Лично я ставлю на Измайлова Когда-то давно наш прокурор был прокурором Измайлова Ну, наверное, это его Измайловская квартира Какая еще? Открываем Говорим очень тихо Вау! Скорее сюда Вау! Просто вау! Сложно сказать это тихо, но вау! Горы Море Потрясающий вид Ребята, мы в Дагестане Конечно, это Дагестан Когда-то, давно, до того, как он был прокурором Москвы Наш герой был прокурором Дагестана И это, конечно, единственное место, где он мог себе купить квартиру на море Сейчас мы выглянем с балкона и наверняка увидим там заниженные приоры людей в футболках Хабиба Карта Смотрите, у нас на балконе есть карта, из которой мы точно все поймем Удивительная вещь На этой карте и Махачкалы, и Дербента Друзья мои, мы совсем не в Дагестане, мы в Черногории Уверен, что в воздухе висит вопрос Почему я шепчу на балконе, что за фокусы такие? От кого мы скрываемся? Объясняю Скрываемся мы от главного московского прокурора Попова Потому что находимся в номере черногорской гостиницы Которая принадлежит его семье и которую он прячет от граждан России Но мы все равно ее нашли Просто не хотели, чтобы он узнал об этом раньше времени Посмотрите сами Вот наш балкон А вот тут, буквально в трех метрах на соседнем Сидела управляющая этой гостиницей русская женщина по имени Алла Она лучшая подруга семьи Поповых Сидела на балконе и смотрела на ноутбуке сериала Прямо в тот момент, когда мы все записывали Давайте получше здесь осмотримся Мы летим над Которской бухтой Впереди небольшая туристическая деревня Маринь Гостиница, в которой мы только что были, впереди Ее площадь более тысячи квадратных метров Понятное дело, здесь главное, конечно, не номера, а вид Он просто бесценный Ну а сам дом можно оценить в полтора миллиона евро Фирма Монте-Бисер, которая владеет этим всем Была основана женой прокурора Попова Ириной в 2009 году Тогда она еще была его официальной женой То есть по закону это совместная собственность супругов Сначала купили землю, потом начали строить новый дом Квартиры выставляли на продажу, но не сложилось Никто не захотел стать соседями русских прокуроров Оно и к лучшему Сейчас их сдают в аренду И любой из нас может побывать в заграничных гостях прокурора Москвы Борьба с коррупцией это широкий круг вопросов, которые решает не только прокуратура Но в том числе и исполнительная власть И все ветви власти, какие у нас есть Я так скажу, что и общество не должно стоять в стороне Здесь у нас холодильничек В нем колбаса, которую кое-кто ел Не будем говорить, кто Здесь бухла Которую, конечно, было бы хлебнуть из горла Я не буду это делать Мы находимся в одной из квартир восьмиквартирного дома, который расположен прямо на берегу моря Вы прямо сейчас можете зайти на букинг, арендовать одну из этих квартир за относительно небольшие деньги Заехать сюда, увидеть этих замечательных, потрясающих слоников Я надеюсь, сам прокурор их выбирал Пойдемте, покажу вам следующую комнату Там есть спальня Вид из нее открывается совершенно потрясающе Красота Эти слова хочется орать на всю Черногорию Потому что прокурор Москвы Денис Попов Шулик, вор и взяточник Это видео гарантированное основание его отставки Он сажает людей ни за что Он преследует митингующих Он помогает фальсифицировать выборы Он помогает признать ВПК иностранным агентам И в это же время эта скотина владеет незадекларированным имуществом здесь, в Черногории В отставку, а потом в тюрьму Свои черногорские активы прокурор Попов никогда не декларировал Земля оформлена на фирму Фирма оформлена на жену, теперь уже бывшую С недавних пор в этой фирме есть доля офшора на британских и виргинских островах И скорее всего это и есть доля прокурора, только хорошенько спрятанная Главное, что мы понимаем Вот эта вот вся черногорская история, это не просто инвестиция Хотя забавно говорить о иностранных инвестициях человека, который получает зарплату в 60 тысяч рублей Это такая полноценная часть жизни его семьи Здесь отдыхают они все, здесь его дети мило купаются Если хотите доказательств, давайте посмотрим фотографии Слева фотографии соцсетей, а справа наша агентурная съемка Все достаточно однозначно Что касается фотографии самого прокурора Дениса Попова в Черногории Нам удалось найти вот такую Помните, была социальная сеть «Одноклассники»? Вот оттуда Мы, когда делаем расследование, к сожалению, вынуждены такие вот фотографии рассматривать буквально часами И на эту тоже смотрели очень долго Как вы думаете, куда она нас привела? На фотографии видно не так много Прокурор сидит на корточках на какой-то горе Позади него видно красивое озеро Ну, вот и все, что у нас есть А еще понимание, что вряд ли гостиницей на море дело ограничится Значит, нужно искать Вот здесь это хвойное дерево или нет? Ну что, успех, правда, частичный Время года другое Уровень воды в озере немного меньше Но это совершенно точно то же самое озеро И та же самая точка, с которой фотографировался наш прокурор Нам пришлось потратить много времени, чтобы найти именно это место И очень хочется сейчас сказать Но зато именно таким образом мы обнаружили еще одну гостиницу Принадлежащую ему К сожалению, увы, нет Это оказалось тупиком Никакой гостиницы здесь нет Просто действительно классное озеро Называется оно Пиво Озеро Пиво И каждый русский человек приезжает сюда, чтобы сфотографироваться рядом с озером Пиво А гостиница есть Просто она в другом месте Не взвешать снос Кардемариды Дурная жизнь И хороша Единый парус и душа Единый парус и душа Судьба и родина Единый Едем уже очень долго На самом деле, одна из тех вещей, которая не перестает удивлять Когда мы занимаемся тем, что снимаем объекты каких-то жуликов и государственных чиновников Нужно реально часами ездить по европейским странам Вот мы были внизу, около Которского залива Сейчас мы едем много часов в горы И такое впечатление, что мы расследуем недеятельность прокурора, блин, Москвы У которого зарплата 60 тысяч рублей А какого-то латифундиста, олигарха Который вложил и инвестировал деньги реально по всей Европе И так и есть Просто прокурор Москвы одновременно является и олигархом, и латифундистом Он занимается своим бизнесом Он сажает людей Он сажает людей О, смотрите, овцы Обратим внимание, Георгий Эмейл Путинг Путинг Тком МЕ Вполне вероятно, что в этом месте пройдет Путинг И организует его Путин Пойдем Вот она, эта гостиница Это горнолыжный комплекс Инвестиционный проект, который строит наш замечательный прокурор города Москвы Активная фаза строительства Видите, какие-то люди ходят, чувачки Машины подъезжают Мы стояли здесь некоторое время Подвозят постоянно стройматериалы Вот оно Так оно работает Инвестиционный проект в Черногории А людей в Москве нужно сажать Для того, чтобы они не мешали ему реализовывать эти проекты в стране НАТО Это не просто дома на горе Здесь рядом горнолыжный курорт И сейчас здесь прокладывают дорогу Поэтому с точки зрения такой долговременной инвестиции Наш замечательный прокурор, видимо, принял правильное решение Здесь будет дорога, горнолыжный курорт И все эти домики будут полны людьми Каждый из которых будет платить в кассу И это будет образовывать вот этот самый заграничный капиталец Того человека, который признает нас с вами иностранными агентами Мне будет очень стыдно за эту съемку У нас прям камера вся в воде уже Но что делать? Мы рискуем техникой, рискуем совой Наши зрители, наш дорогой зритель был доволен Я вижу каплю не просто попало, но стекло, оно стекает Я бы сказал, что это природа плачет Когда смотрят, как российские деньги инвестированы просто вот сюда Ну вот, посмотрите сами Стройка кипит Возводят три классных шале по 250 метров каждая Мы на высоте примерно полутора тысяч метров над уровнем моря Это заповедная зона Зимой здесь снег и раздолье для зимних видов спорта Ближайший подъемник в нескольких сотнях метров очень удобно Земля принадлежит той же самой фирме Монте-Бисер, что и гостиница на море То есть Ирине Поповой и офшору Только земли здесь гораздо больше Вся прилегающая территория, почти гектар, принадлежит нашей фирме Планы здесь были просто грандиозные Должна была быть и гостиница полноценная, и спа-комплекс Но потом грянул кризис, и прокурорский бизнес забуксовал В 2012 году эти шале попытались продать недостроенными По 700-800 тысяч евро за каждое Но не получилось Сейчас стройка идет Видимо, наш герой все-таки смог улучить минутку И между совещаниями о том, как же признать ФБК иностранным агентом Он принял какие-то новые решения о судьбе своего курортного черногорского проекта Да, они, конечно, жулики-воры Абсолютно мерзкие, циничные люди Но при этом дебилы Реально дебилы Там половина прокуратуры знала, что у него есть недвижимость в Черногории Они писали нам ФБК Мы начали это проверять и обнаружили Да, все так и есть Ну вот, мы находимся в той части нашей истории Которая называется Семья обнаглевшего прокурора Понастроила по всей Черногории элитные недвижимости на многие миллионы долларов И тут вообще, конечно, хотелось бы поставить точку Потому что куда уже дальше? Но мы обнаружили фотографию с обезьянкой Помните, почему я шептал, сидя на балконе в гостинице у моря? Потому что в соседней комнате тогда находилась женщина-управляющая Она подруга семьи нашего прокурора Дениса Попова И в ее соцсетях мы обнаружили большое количество их совместных фотографий Но интересный факт был в том, что большая часть из них была сделана не здесь в Черногории А в Испании Ну и мы решили, надо смотреть Испанию Всем привет, это Георгий Албуров и я в Испании Меня отправили сюда узнать, нет ли здесь недвижимости у нашего любимого прокурора С собой мне дали фотографию с обезьянкой И доброе слово Ну, наверное, с этими вводными сложно что-то найти Но, к счастью, мне помог один молодой бездельник Почему ты такой кретин? Я не знаю Прикольно быть кретином Молодого бездельника зовут Евгений Попов Он 21-летний сын нашего прокурора И, как и положено, ребенку госслужащего, работа которого заключается исключительно в том, чтобы обвинять всех вокруг, что они иностранные агенты Этот ребенок сидит где-то в испанской квартире Но сидит, впрочем, очень патриотично В качестве накидки использует российский флаг А также курит вейп и размышляет о жизни Бреешь подмышкой? Мы начинаем много-много раз подряд смотреть это видео И, несмотря на то, что у нас просто льется кровь из глаз и ушей Мы успеваем заметить, что молодой бездельник выходит из дома, который мы уже видели раньше В том же альбоме, что и фото с обезьянкой Альбом называется Испания 2010 Вот этот снимок, тот же самый дом Вот еще фото оттуда же Жена прокурора Попова Ирина Их дочь и управляющая черногорской гостиницей стоят там же Или вот еще интересный момент Сын прокурора Попова Танцует И мы точно знаем, что делает это он у себя дома Такую же картину и интерьер мы видим в семейных фотоальбомах Поповых Теперь у нас нет ни малейших сомнений, что недвижимость у них здесь есть И мы просто заказываем кадастры и выписки по всем людям с фамилией Попов и Попова Мои города, мои родные города У меня их два Это Марбея и Москва И Буэнос Диас, сеньор Попов Мы обнаруживаем таунхаус вашей семьи в городе Марбелье Вот он Безработная жена прокурора Ирина Попова Купила его в 2010 году за 645 тысяч евро Еще два года Пока вы с ней не развелись Мы уж не знаем, фиктивно или нет Вы не декларировали вашу семейную иностранную недвижимость За это вы должны быть немедленно уволены Другого варианта просто нет Вот ради чего Денис Попов рискнул своей прокурорской карьерой Прекрасный 225-метровый таунхаус Всего в 200 метрах от моря В классном жилом комплексе с четырехэтажными домиками С террасами и балконами А посередине бассейн, пруды и сад Действительно красота? Ничего не скажешь Да инвестиция в старость не самая плохая Сейчас такая квартира стоит порядка миллиона евро Ну как минимум Вот объявление Сами посмотрите 850 тысяч евро за гораздо более скромное жилье Вот такая прокурорская идиллия Увидели своими глазами Только что я и мой друг Владлен Лось Полчаса кидали камни Чтобы сбить наш дрон Вот С этой пальмы Посмотрите какой он Здесь валианов И Владлен Лось в общем герой Который попал в пальму Я молодец Ты забросил камень на 12 метров Это был трехочковый Это был трехочковый Перед этим мы забросили по 150 камней И вот мы сбили его У меня есть личный вопрос к вам Ну и ко всем кто смотрит этот ролик Вот смотрите 2010 год Прокурор Попов работает Измайловским межрайонным прокурором Ну а чуть позже в том же году Он становится прокурором Центрального округа Москвы Его зарплата в тот год 60 тысяч рублей в месяц Я примерно в то же время И примерно за те же самые деньги Устроился в фонд борьбы с коррупцией К Навальному Прошли годы Прокурор продолжает быть на госслужбе И при примерно одинаковом уровне дохода Он обзавелся прекрасным Огромным танхаусом в Марвелье А я продолжаю жить в съемной квартире Он даже не смог найти у меня Какую-то недвижимость Какое-то имущество Чтобы арестовать его поиску На 2 миллиона 300 тысяч рублей Который он предъявил мне За организацию митинга Ну вот собственно Вот этой фразой Послушайте он за эту фразу Хочет отсудить у меня 2 миллиона 300 тысяч рублей Приходите 3 августа На митинг в центре города Вот группа на фейсбуке Прямо в описании на нее и ссылка Ну слушайте Если вы за это хотите у меня Отсудить 2 миллиона 300 тысяч То я считаю Что вы должны немедленно Отправиться в тюрьму За Черногорию За Испанию За вот этот огромный Незадекларированный таунхаус И за рублевку Которую мы сейчас покажем На самом деле существует Одна вещь Которую я очень сильно хотел Чтобы прокурор арестовал Обращаюсь даже к нему Дорогой жулик Вор Денис Попов Одну вещь стоит арестовать У Жоры есть Набор гавайских рубашек И я хочу Чтобы они были арестованы И был наложен запрет На Георгия Чтобы он никогда не носил Потому что Когда мы куда-то едем Мы стараемся Чтобы нас было Менее заметно Я кепку ношу И очки А Георгий идет В гавайской рубашке Привлекая внимание Всех людей В радиусе 500 метров Немного тоскливо Понимаю Ни море Ни пальма Ни средиземноморского бриза Но что поделать Таковы суровые реалии Работы прокурора Попова В Марбелии Это нельзя сидеть круглый год Москвичи Сами себя не посадят Поэтому приходится Иногда работать И в суровых условиях Рублево-Успенского шоссе Мы подлетаем к даче Которую прокурор Денис Попов Вскрывает так же тщательно Как и свои иностранные активы Ой Смотрите Какой здесь милый Средиземноморский привет Бассейн на крыше Давайте осмотрим владения Мы видим основной дом 660 метров Четырехэтажный Сзади него Что-то типа беседки С колоннами Ну и конечно Второй дом Тоже впечатляет 380 метров Но с целым Подземным этажом И бассейном на крыше До чего мы стесняемся Давайте посмотрим поближе Прямо прогуляемся По участку Все очень аккуратненько И ухоженно Строили относительно недавно Закончили в 2014 году А знаете кто Официальный владелец Этой не самой скромной Рублевской дачи Мама прокурора Попова Людмила Михайловна Ей 79 лет А когда оформлена на маму Декларировать не нужно И никто не спросит Откуда же деньги Очень удобно Так Ну нам теперь Совершенно очевидно Что прокурор Денис Попов Обожает все записывать На других людей То есть это прямо Как советская классика Помните фильм Берегись автомобиля Машин на им жены Дач на мое имя Ничего у тебя нет Ты голодранец Вот то же самое И наш прокурор Денис Попов Оформляет все На родственников На маму На жену На бывшую жену Автомобиль На котором он ездил В 2010 году Зарегистрирован На его личный Мобильный телефон Но в целом Оформлен На ту самую Управляющую Черногорской гостинице Из-за которой я шептал Помните Автомобиль На котором он ездит В 2015 году Уже спустя Несколько лет После якобы Развода Он принадлежит Его бывшей жене Но ездит на нем Попов Парковку оплачивает Попов Со своего Мобильного телефона Ну и говоря О бывшей жене Нашего прокурора То у нее Мы обнаруживаем еще один Очень странный И необычный Актив Почему необычный Сами подумайте Женщина с двумя детьми Живет все время В испанской Морбелье Но одновременно Ей очень нужна Рыболовная база В Астрахани До сюда добраться Сложнее чем До Морбелья Но тем не менее Мы тут Астраханская область 200 километров от Астрахани 180 километров От Волгограда Целая рыболовная база Ну и база отдыха На берегу реки Здесь куча коттеджей Домиков Есть гостиница Ресторан Теннисный корт Бассейн Все это на полутора гектарах земли Ну и конечно же Здесь есть все Что угодно Для круглогодичной рыбалки Собственница этой усадьбы Она так и называется Усадьба Никольская Ирина Попова Бывшая жена прокурора Из Морбелья Как и в случае В Черногории Любой из вас Может здесь остановиться 2000 рублей И домик ваш Ну а там Уже настоящее раздолье Для любого рыбака Давайте сами посмотрим фотографии Прямо вот на сайте Этой базы И летом можно рыбачить И зимой Ух какая рыба А вот еще Ой А это кто такой Да это ж наш прокурор Попов Солова Полетаем еще Над прекрасной Осенней Россией И вспомним о таком Важном факте Ровно в то время Когда мы это все снимали Вышла новость о том Что прокурор Москвы Попов Провел проверку По нашему же расследованию О главе столичной Единой России Метельском Помните Мы нашли у Метельского Несколько гостиниц В Австрии И прокурор Теперь заявляет Официально Да что вы Никаких нарушений Теперь вы лучше Понимаете почему Ну как же он может Иметь претензии К гостиницам в Австрии Купленным на коррупционные деньги Если он сам на коррупционные деньги Построил гостиницу В Черногории И вся вертикаль Власти так устроена Попов Не имеет претензий К Метельскому Генпрокурор Чайка Не имеет претензий К своему подчиненному Попову Ведь и у семьи Самого Чайки Мы находили недвижимость В Швейцарии И Греции Глава Следственного комитета Бастрыкин Никогда не поинтересуется Происхождением денег Ни Чайки Ни Попова Ведь ФБК Публиковал документы Что у самого Бастрыкина Были недвижимость И вид на жительство В Чехии Ну и над этим всем Есть Путин Который очень доволен Всеми своими подчиненными Ведь когда все вокруг Замазаны И самому гораздо проще Воровать Самыми большими кусками Все очень четко Ясно Конкретно Мы вышли из моей квартиры И спустились обратно Сюда во двор И здесь Я хочу попросить вас О помощи Потому что У них есть телевидение И через это телевидение Они оболванивают Всю страну Рассказывая о том Что людей По московскому делу За участие в митингах Сажают правильно Их правильно сажает Прокурор Денис Попов Который является Честным человеком Со значком За честную прокурорскую деятельность И они рассказывают Что ФБК Иностранные агенты И они рассказывают о том Что бесконечные обыски В наших офисах Это все Правильное дело И огромное количество людей Этому верят Но все эти люди Через вас Должны узнать Что этот Денис Попов Ну просто Извините Скотина У которого Две гостиницы в Черногории Таунхаус в Испании Гигантское поместье на Рублевке Целая рыболовная база На берегу Волги Он все это купил На очевидно Коррупционные деньги Он все это спрятал Он всем этим пользуется И он ходит И говорит Что это мы иностранные агенты И назначил этого Попова Путин И Путин за все это отвечает И вы посмотрите Если найдется смелый журналист Который задаст ему вопрос Откуда, блин У Дениса Попова имущество Путин На своей пресс-конференции Будет так же мямлить Как он мямлил Когда ему задали вопрос О генпрокуроре Чайке После нашего расследования Что касается Чайки Что касается Чайки Я прошу каждого зрителя этого ролика Задействовать свой самый мощный ресурс Способность распространять видео Среди знакомых Распространите Пусть миллионы людей Узнают про воров Лжецов И лицемеров Сидящих в Кремле И в прокуратуре Если вы поддерживаете нас Фонд борьбы с коррупцией Скажите что-то хорошее О нас В своих социальных сетях Мы нуждаемся в вашей поддержке Самое главное Те люди Которые совершенно безвинно Сидят сейчас в тюрьмах Просто за то Что они выходили на мирные митинги Им нужна наша поддержка Поддержите этих людей И предложите всем сравнить С одной стороны Человек Который их сажает Со своими гостиницами И новорованным имуществом С другой стороны Нормальные Честные люди Я уверен Что каких бы политических взглядов Не придерживался человек Вот это сравнение Воров Жуликов С одной стороны Лицемеров С иностранным имуществом И обычных Честных людей Которые просто участвовали В мирных митингах Это сравнение Всегда будет в пользу Хороших И против плохих Подписывайтесь на наш канал Здесь говорят правду Да Я же совсем забыл Мы теперь иностранные агенты И обязаны Всю свою продукцию В том числе Видеоролики Маркировать словами Иностранный агент Мы будем это делать Если Путин Так этого хочет Но мы будем ставить Этот лейбл Иностранный агент На лоб Тому чиновнику Который на самом деле Является иностранным агентом И в этот раз Замечательная печать На лбу Дениса Попова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok